В этом видео хочу показать вам книгу, которая мне очень сильно понравилась. Называется она «Где живёт единорог или зоологические истории?» Автор Виталий Танасичук, художница Ирина Каретина, издательство детской литературы. Это переиздание. У кого-то в детстве даже была такая книга. У меня не было. Я купила её для домашней библиотеки, для своей дочери, и сама с удовольствием прочитала. Здесь про развитие таких наук, как зоология и ботаника. Герои этой книги – это учёные, естествоиспытатели, философы и другие. Итак, «Где живёт единорог?» Раньше была такая книга, называлась «Бестиарий». Там были различные истории про животных. И среди тех историй был рассказ про единорога. Единорог представлялся всем вот таким вот животным, не больше козлёнком, у которого такой урок завинченный. Ну, в принципе, все мы знаем, кто такой единорог. Итак, ну, сейчас мы все знаем, что это вымышленный персонаж, а тогда все думали, что он настоящий, потому что купцы привозили этот рог издалека, и он считался очень целебным. Продавали его очень дорого, а купцы не говорили, где они его берут. И, конечно же, они не говорили, потому что знали, что он не существует. И этот рог на самом деле принадлежал кету-нарвалу, который водится в северных морях. Его добывают норвежцы и русские северяне поморы. Единорог, он считался самым благородным из всех зверей. И его рог, он стоил больших денег, потому что считалось, что испить из этого рога можно что угодно, то есть яд, он уничтожает. Вообще считался очень целебным. Вот, смотрите, какие интересные тоже зарисовки. То есть раньше верили в существование вот таких вот вымышленных животных. А все потому, что когда речь идет про какие-то далекие-далекие страны, то они же не могли проверить, существуют это животные или нет. То есть тогда не было так развито вот это сообщение между странами. И многие вот записи делались со слов путешественников. Вот, поэтому даже у того же Аристотеля были какие-то, ну, со слов других записанные, да, животные описанные, какие-то там нереальные существа. Но было много и настоящих. В общем, здесь про развитие, как я уже говорила, двух наук. Вот мы перешли уже к Линнею. Карл Линней, он князь ботаников. Именно он упорядочил всех по родам, отрядам, то, что мы сейчас вот делаем. Например, класс птицы, отряд воробьинообразный, род воробей, вид домовой воробей. То есть он навел порядок в системе. И это очень помогло для, ну, ученым в будущем, потому что они могли искать родственников среди животных, там как-то их еще группировать по разным свойствам. В общем, дальше. Про различные как раз экспедиции. Вот экспедиция Паласа, Петра Паласа. Кстати, я еще забыла сказать, что все начинается с зоологического музея в Петербурге. И этим и заканчивается. То есть там как раз здесь некоторые истории есть, описывающие экспонаты, которые попали в этот музей, скажем так. В общем, захотелось пойти в зоологический музей Санкт-Петербурга. В общем, эта книга, она очень так интересна, доступна, рассказывает ребенку про развитие этих двух наук. Картинки очень красивые. И я бы даже сказала, что она подстегивает интерес к открытиям, потому что мы, получается, вместе с этими первыми учеными узнаем что-то новое. То есть как все это происходило, все эти открытия. Например, вот на глубины моря, как опускались раньше. Эти все батискафы, ну как это было сложно, на тросах там. Или вот, например, вот эти этажи в джунглях. Тоже ведь непросто было добраться наверх и изучить. А потом про Красную книгу тоже сказано, про то, что некоторые виды животных исчезли с нашей земли из-за охоты неконтролируемой и по другим тоже причинам. В общем-то, книга великолепная. Стоит она в лабиринте очень недорого. Я брала за 160 рублей. Очень интересно, рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова